Когда-то 11 лет назад это большое движение начиналось с маленьких коллективов дружинников, которые помогали учреждениям образования поддерживать соблюдение порядка и законности на своей территории. Сегодня моповцы, а именно так называют себя члены молодежных отрядов охраны правопорядка, стали одной из визитных карточек деятельности Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Небезразличные юноши и девушки – активные помощники правоохранителей. Они оказывают посильное содействие сотрудникам УВД в профилактике правонарушений и преступлений, а также участвуют в охране общественного порядка. Появление на улицах молодых правоохранителей – это не дань моде, а желание внести свой вклад в дело сохранения безопасности родного города. У нас по области действует 126 молодежных отрядов охраны правопорядка, общей численностью около 2000 человек. У нас есть отряды специализированные, которые работают только с полком патрульно-постовой службы милиции, и есть отряды, которые несут службу с территориальными отделами внутренних дел. Эти ребята, конечно, оказывают большую помощь структурным подразделениям. Также эти ребята участвуют не только в этих всех мероприятиях, они еще участвуют охрану общественного порядка во время проведения своих внутренних каких-то мероприятий. В год 70-летия Великой Победы, центральные мероприятия Дня молодежных отрядов охраны правопорядка прошли в мемориале «Брестская крепость-герой». Торжественный митинг открыла патриотическая акция «Мы помним и гордимся», в которой приняли участие члены всех правоохранительных отрядов страны. Представители вертикали власти и активисты молодежного движения возложили цветы к вечному огню и минуты молчания почтили память солдат, сложивших головы в первые дни войны. Их мужество и героизм на протяжении многих лет являются ярким примером для молодых людей, однажды решивших активно помогать правоохранителям в сохранении и поддержании порядка в своем городе. А таких ни много ни мало, практически 15 тысяч по всей стране. Сегодня это реальная сила, сегодня в этих отрядах собраны лучшие ребята. И мы очень рассчитываем, что это движение, оно привлекательно для молодежи, очень рассчитываем, что у него очень хорошее будущее. Традиция правоохранительного движения и дружинников, она в том числе взята нами на такой особый контроль именно молодежного движения, чтобы развивать это движение среди молодежи, чтобы каждый молодой человек мог своим трудом, своим личным отношением доказать состоятельность и в нужный момент защитить всех граждан в тех или иных ситуациях. Хорошим, правда, уже трудовым продолжением праздника стала акция на месте строительства молодежного патриотического центра, одного из наиболее знаковых объектов в год юбилея Великой Победы. Работа над историко-культурным комплексом Брест, а именно так патриотический центр называется в документах, начались в декабре прошлого года. Сегодня на территории бывшего полка артиллерии польской армии и бывшей казармы на Кобринском укреплении прошел первый этап работ. Завершилась очистка от мусора и обломков. Свой вклад в общее патриотическое дело теперь внесли и представители молодежных отрядов охраны правопорядка. Этот центр позволит также поднять патриотический дух молодежи. И сегодня, работая на этой стройке, члены молодежных отрядов правопорядка, студенческие отряды также воссоздают этот дух даже при работе. Программа празднования дня рождения молодежных отрядов охраны правопорядка была разнообразная и разноплановая. Кроме трудовой и патриотической акции, в большом списке мероприятий нашлось место и образовательной составляющей. На базе войсковой части 55-26 для юношей и девушек, правоохранителей и профессионалы подготовили целый комплекс занятий и большую выставку современного вооружения. Однако торжества торжествами, а служба не ждет. И вот уже молодые дружинники вместе с опытными представителями патрульно-постовой службы милиции на плацу получают инструктаж и установки на службу и ориентировки. Однако сюрпризы здесь не закончились. Приятным продолжением праздника стало торжественное вручение благодарности от начальника УВД Брестского облсполкома одному из лучших молодых бойцов. Эмоции в такой момент особенно яркие. Когда перед всем этим составом милиции, которые уже что-то доделают, тебя награждают, это, конечно же, сам за себя радуешься. За тебя радуются твои друзья, за то, что ты стремишься, у тебя есть закалка. Ярким финалом праздника стало торжественное мероприятие подведения итогов работы молодежных отрядов охраны правопорядка страны в 2014 году. Лучшие представители движения были удостоены специальных нагрудных знаков, грамоты, благодарности за добросовестный труд и ответственность при выполнении служебных заданий. Возможно, для кого-то из молодых людей именно этот первый, довольно высокий результат станет начальной ступенькой для выбора в ближайшем будущем очень важной и нужной профессии, главная задача которой – сохранять мир и спокойствие на улицах и проспектах Синевкой.